Как всегда, одной строкой о самых крутых машинах недели. Пока одни англичане показывали новую Кобру, другие представили еще один новый Родстер – MG Cyberster. И он, конечно же, электрический. Базовая версия с одним мотором и задним приводом имеет мощность 314 лошадиных сил, а двухмоторная полноприводная – 544 лошади. Ну что ж, зато поедет машина быстро, да и выглядит интересно. Еще одна горячая электричка прошлой недели – Alpine A290 Beta. Правда, это пока только концепт, но уже понятно, что это будет заряженная версия нового Рено 5. Ретромотивы во внешности льются бурным потоком, так что даже серийная версия хот-хеджа должна выглядеть отлично. Как она будет ехать – пока вопрос. Наш дизайнер Никита Чуйко, как всегда, не сидит сложа руки. Во-первых, он представил, как будет выглядеть новый Mercedes E-класса в кузове Universal, а также в кросс-версии All Terrain. Серийные варианты ждать еще несколько месяцев, а Никита предлагает вам посмотреть на них уже сейчас. Во-вторых, он изобразил внешность будущего большого кроссовера Lexus TX, который сделают на базе Toyota Grand Highlander. Японцы пока показали только кусок задней стойки, а Никита уже предположил внешность всей машины. Ну а на десерт можно взглянуть, каким мог бы быть новый кроссовер Lada X-Cross 3, если бы в процессе превращения из FAU Bestune T55 в него вложили деньги на рестайлинг. Но, как мы уже знаем, X-Cross 5, сделанный из другого кроссовера FAU, никаких отличий, кроме значка, не получил. А жаль. Вазовский стиль ложится на китайскую основу вполне органично.